Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим еще одну схватку между Львом и Тигром, Полугаевским и Петросяном. Данная партия была сыграна в 1970 году во время чемпионата Советского Союза по шахматам. Полугаевский играл белыми и начал партию своим излюбленным ходом С4. Черный отвечает коне в 6, белый устанавливает коня на поле Ф3. И Петросян готов играть либо новоиндийскую защиту, либо защиту Немцовича в зависимости от того, что дальше сыграет белый. А белый фианкетирует слона на большую диагональ, откуда тот будет воздействовать на центр и ферзевый фланг. Черный поступает аналогичным образом после развивающих ходов слон Ж2 и слон Б7. Полугаевский спрятал короля в безопасное место. Петросян также готовит рокировку и здесь белый применяет двойное фианкета. После рокировки черных и выхода слона на поле Б2 Петросян устанавливает пешку в центре. Белый пока что ограничивается скромным ходом Е3, на что черный отвечает продолжением С5. Лев развивает последнюю легкую фигуру на С3, а Петросян устанавливает своего коня на поле Д7, не перегораживая белопольного слона в случае развития коня на поле С6. Также в случае разменов на поле Д5, черные смогут в конце варианта забрать фигурой. Был сделан ход Д3, черный устанавливает ладью на линию С. Если вдруг белый сыграет в какой-то момент Д4, то после вскрытия центра ладья как раз будет работать по открытой линии. Белый соединяет между собой ладьи, черный поступает так же и в этой ситуации необходимо было так же поставить две свои ладьи на линии Д и С и постепенно готовить либо ход Д4, либо по аналогии с партией продолжение Е4. Полугаевский сразу сыграл Е4 и данное продолжение в этой ситуации является ошибкой, поскольку черный захватывает пространство, у белых никакой компенсации за такую вот позиционную уступку нет. Коню приходится отступать, черный получает определенное преимущество в развитии. На доске сформировалась староиндийская пешечная структура, но как бы белый играет староиндийскую защиту в первой руке. Здесь Петросян отводит своего коня на поле Е8. Это профилактика противовозможных прыжков белого коня либо на Ж5, либо на А4. Так что белые уводят коня в сторону на поле Е1. Типовым планом игры при запертом пешечном центре являются пешечные подрывы. Черный устанавливает пешку на поле Е5 и вот в этой ситуации лев подрывает базу пешечной цепи черных пешку Е5 по заветам Арона Немцовича. Здесь был сделан довольно тонкий ход Ж6, смысл которого будет ясен в последующем. Итак, белый играет Ф5, но в этой ситуации сказывается ослабление черных полей и отсутствие чернопольного слона на диагонали С1-А6. В староиндийской защите слон на этой диагонали принимает непосредственное участие в атаке на черного короля. За отсутствие этого слона у Петросяна появляется возможность самому нападать на слабые черные поля. Итак, белый здесь атакует слона. Слон отступает на поле Е3, при этом шахуя вражеского короля. И вот после ухода короля на Ж2 выясняется смысл хода Ж6. Петросян меняется на Ф5. Здесь выясняется, что после взятия ладьё черные могут пойти к конь Ж7, напасть на ладью и затем приступить к активным действиям на королевском фланге. Белые серьезно ослабили данный участок доски. Черные вскрывают диагональ, хотят поменять белопольных слонов и по линии Ф начать атаковать вражеские силы. Ввиду этого Полугаевский отказывается от взятия на поле Ф5 ладьёй в пользу удара пешкой. Но в этой ситуации Петросян проводит красивую позиционную жертву пешки Е4. Итак, после взятия на поле Е4 черные начинают атаковать слабый пункт Е4. Центр белых полностью разрушается. Защитить эту пешку у белых нет возможности. Один раз они могут защитить конем, но тогда черные нападут ладьёй. Может быть даже ферзём выиграют пешку и получат защищенную проходную на поле Д4. Поэтому в партии был сделан ход конь Ж2 с идеей разменять опасного чернопольного слона. Петросян не обращает на это внимания и устанавливает ладьёй на полуоткрытую линию. Теперь если белый забирает конем на Е3, тогда черный пробивает на поле Е4, создавая связку. Затем отыгрывая фигуру и получая серьезный перевес за счет защищенной проходной по линии Д. Полугаевский сыграл конь Д2, но в этой ситуации Петросян предварительно меняется на Д2 и проводит комбинацию ферзь Ж2. Временная жертва ферзя. Что делать белому королю? Ну приходится наверное брать. В противном случае непонятно за что страдают белые. И здесь конь Е4 вилка. Таким образом Петросян отыгрывает ферзя, получает лишнюю пешку, защищенную проходную. Белые не хотят уступать противнику открытую линию. Черный активизирует своего коня, происходит размен на поле Е8 и Полугаевский предлагает поменять ладьи. Петросян отказывается от размена тяжелых фигур, поскольку у белых довольно активный король, может проникнуть на Е5 и так дальше пройти на ферзевый фланг, создавая неприятности. Поэтому он сыграл конь Е4, перекрывая линию Е и с идеей в дальнейшем толкать свой козырь проходную пешку по линии Д. Был сделан ход ладья Е2, король Ф8 и после продолжения король Ф3 начинает двигаться вперед пешка. Д3 нападение на ладью. На отступление ладьи на поле Е3 черный защищает пешку ладьей и после хода ладья Е1 играет еще и Д2. Атакованная ладья отступает на Д1 и Петросян находит красивый ход конь Ж4. Брать ни одного из коней нельзя, так как будет вилка, конь Ф2 и белый потеряет качество. Так что был сделан ход конь Е3. Тигран все равно нападает на ладью. Но что делать белым? Если ладья отступает, то можно в принципе поменяться на Е3 и провести ферзя, получая большое материальное преимущество. Полугаевский решил отдать качество ходом слон С3. Но черный сразу не забирает на Д1, а предварительно связывает белого коня. Угрожает взятие на Е3, угрожает взятие на С3. Защиты от этого всего у белых нет. Поэтому на 36 ходу лев Полугаевский признал себя побежденным. Итак, в этой партии белые довольно пассивно разыграли дебют. Двойное фианкета, черные захватили пешками центр. В последующем Полугаевский неаккуратно сыграл Е4, предоставляя бесплатно своему противнику преимущество в пространстве, а также в развитии. И вот в этой ситуации белые хотели провести типовую атаку на королевском фланге, как в староиндийской защите. Но поскольку они серьезно отстали в развитии, Петросян пошел на вскрытие игры, которая выгодна как раз той стороне, у которой преимущество в развитии. И в последующем красивой жертвой пешки Петросян получил защищенную проходную, разрушил центр белых и довел партию до уверенной победы. Если вам эта партия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорых встреч!